Дорогие девочки, мои любимые, все кто смотрит мой канал, сегодня я буду делать себе масочку из персика. Естественно, я с вами поделюсь. У меня всегда есть заморозки персик, слива, абрикосы и всякие-всякие фрукты, овощи. И обязательно огурчик у меня из заморозки и ягоды. Сейчас я буду делать масочку из персика. Персик омолаживает кожу, прекрасно увлажняя и смягчая ее, потому что там есть витамин С, который так богат, вы сами знаете, такими веществами, которые придают упругость и эластичность кожи. Витамин А предотвращает старение и сухость кожи, его тоже предостаточно. Витамин Е является природным антиоксидантом, который помогает разгладить мелкие морщинки на лице, поэтому очень он нам нужен, если у вас уже возраст больше 30. Кремний, входящий в состав персика, вот сейчас на кремнии обратите внимание, он не во все составы входит, абсолютно не во все фрукты. Вот именно кремний восстанавливает поврежденные ткани и способствует регенерации. Естественно, кислота, которая входит в состав сока персика, поможет сузить расширенные поры на лице. Ее тоже, кстати, хорошо используют. А также есть, да, у меня кончилась батарейка, сейчас снова я немножко подзаретила, еще калий, он помогает увлажнить кожу. Поэтому, девочки, обратите внимание на этот фрукт, на персик. Всегда имейте в морозильной камере персик. Кто смотришь сейчас, вроде звезда эстрады или звезда фильмов, везде-везде и всюду, а лицо, это просто какая-то, ну, катастрофа, катастрофа, видно, но не питает человек. Итак, беру, здесь много сока, беру прям вот такую руками, я все беру руками, ручки помыла, все в порядке. Беру вот такое вот количество на мое личико, достаточно. Причем после заморозки тонизирует, очень хорошо тонизирует. Примерно где-то, ну, столовую или чайную ложку, кому как, у кого какое лицо, у кого какие щечки. Можно, кстати, делать такие маски несколько раз в неделю, потому что он щадящий фрукт. И очень хорош для сухой и чувствительной кожи лица, снимает раздражение, шелушение, увлажняет, питает витаминами, разглаживает мелкие морщинки. Итак, значит, ну, примерно вот так вот, столовую ложку, можно две мякоти персика. Потом я кладу одну чайную ложку сметаны. Сейчас я положу майонез. Мне сейчас нужен майонез, потому что вы знаете, что такое майонез. Это масло подсолнечное, это вода, сахар, яичный желток, яичный порошок. Вот это мне нужно сейчас, иногда нужно. Вот чайную ложку, не больше, вместо сметанки. Сегодня у меня майонез. Поскольку здесь уже растительное масло есть, я особо много масел не кладу. Но немножечко череды, вот я добавлю. Понимаете, у нас даже получился и желток здесь. Масло череды. Буквально все. 5-7 капель. Капнула череда, потому что мне не нужны никакие прыщички. Все. Вот и все компоненты. Можно миндальное масло тоже добавить, если у кого есть. Но не нужно. Не, не, тут все есть. Потому что там подсолнечное масло, и вот плюс череда. И все. И сейчас я это все разомну вилочкой или ложечкой. Нанесу на лицо. И буду чувствовать себя отлично. Я вам всем советую делать такую кашицу. У вас получится прекрасная маска. Вот, все готово. Сейчас я пропитаю свою из ткани сделанную маску. Пропитаю, наложу на лицо, лягу 20 минут. Через 20 минут можно смывать. Я вас всех люблю. Целую, ваша Катя. Пропитаю. Продолжение следует...